Привет, с вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Много полезного и интересного обо всем, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. Ну а если вас заинтересовали машины в наличии, либо наши вакансии, все это вы можете посмотреть на нашем сайте. Ссылочки будут на экране. Если вы ищете для себя относительно бюджетный, но при этом простой и надежный автомобиль, при этом все непременно с левосторонним расположением рулевого управления и с автоматической коробкой передач, рекомендуем обратить внимание на массовые корейские модели. Причем наш сегодняшний гость не относится к числу каких-то супер популярных автомобилей, как например Hyundai Solaris или Rio, поскольку когда эти машины были новые и продавались в салонах официальных дилеров, они отличались достаточно высокой ценой. Киа Сид первого поколения в кузове ЕД появился в 2006 году. Этот автомобиль выпускался вплоть до 2012 года, при этом пройдя через рестайлинг в 2010. Автомобиль пользовался огромной популярностью на европейском рынке, но при этом слегка отставал от конкурентов на рынке российском, благодаря, опять же, высокой цене. Эти автомобили продавались в трех вариантах кузовного исполнения, самые популярные из которых пятидверный хэтчбэк, как в нашем случае. Был также хэтчбэк с тремя дверями и полноценный универсал. Что касается гаммы агрегатов, эту машину можно было купить с одним из следующих вариантов двигателей. Бензиновые моторы объемом 1,4 на 109 лошадиных сил, 1,6 на 122 либо 126 лошадиных сил, двухлитровый агрегат на 143 лошадиные силы и дизель объемом 1,6 литра на 115 лошадей. Коробки передач механические либо классические автоматические, ну а привод сугубо на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр рестайлинговый, 2010 года выпуска, 1,6 под капотом на 122 лошадиные силы и автоматическая коробка передач. По европейской классификации Kia Ceed в кузове ED относится к D-классу. Габаритные размеры пятидверного хэтчбэка, длина кузова 4 метра 26 сантиметров, ширина 1,78 метра, а высота 1,48 метра. Колесная база этого хэтчбэка 2,65, машина довольно маневренная, радиус разворота 5,2 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия у этой модели, то окрашен с завода Kia Ceed в диапазоне от 90 до 110-120 микрон, если говорить про заводскую краску. В том, что касается качества лакокрасочного покрытия, нарекания были, но в основной своей массе по бамперам, которые банально облазили. Некоторые владельцы таких автомобилей с этим сталкивались. Также при осмотре поддержанного экземпляра не лишний будет осмотреть боковые двери в районе нижней кромки на предмет отсутствия там очагов зарождающейся ржавчины. И внимательно посмотрите пятую дверь. Как правило, коррозия локализуется там в нише номерного знака. Ну и в самых запущенных случаях Kia Ceed первого поколения может демонстрировать следы ржавчины на брызговиках в подкапотном пространстве. Если быть точнее, то на чашках кузова. Обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения. Тем более, что пятидверный Ceed вполне претендует на роль единственного автомобиля в семье. Что касается багажника, его каталожный объем 340 литров при поднятых спинках заднего сидения и 1210 при сложенных. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина багажного проема посредине это порядка 103 сантиметров. Высота багажника от фальшпола до крыши 77, а высота от пола багажника до полки 46 сантиметров. Ширина багажного отделения по его средней части 101, а длина по полу от заднего борта до сидения 78. В случае, если вам нужно больше объема, вы можете сложить спинки заднего сидения. Ровный пол они здесь не образуют, но длина, доступная для погрузки, увеличивается до метра 52 сантиметров. А если груз очень длинный и вы протолкнете его между передними сидениями, то рассчитывайте где-то на 2 метра 20. Что касается каких-то дополнительных удобств по багажнику этого хэтчбека, то кроме плафона освещения по левой стороне особо отметить нечего. Разве что справа есть еще лямки для фиксации груза. Под фальшполом багажника в данном случае располагается формованная пластиковая емкость. Она очень неглубокая. Сюда можно зафиксировать, например, знак аварийной остановки и разложить какую-то мелочевку. Ну а под фальшпанелью внизу скрывается набор штатного инструмента. И докатка. Что касается салона. Интерьер у Kia Ceed первого поколения без претензий на какую бы то ни было роскошь. Сугубо практичность и аскетизм. При этом сидеть за рулем на самом деле достаточно удобно. Диапазон регулировки кресла по длине здесь огромный. Даже не опуская до конца вниз подушку сидения, левую ногу у меня получается вытянуть полностью. В случае, если я отодвигаюсь максимально назад, а мой рост метр восемьдесят шесть сантиметров. Регулировка рулевой колонки здесь присутствует. Причем как по наклону, так и по вылету. Так что настроить рабочее место водителя под себя здесь должно получиться у человека практически любых габаритов. Регулировка сидения механическая. И вот на что можно попинять конструкторам этого автомобиля, так это на то, как они реализовали механизм регулировки наклона спинки. Эта поворотная ручка чем-то напоминает таковую на Волгах 2410 или на 29 модели. Назвать этот вариант удобным язык не повернется ни у кого. С другой стороны, регулировать спинку по наклону приходится не так уж часто. Чего точно нет за рулем Kia Ceed первой генерации, так это ощущение тесноты либо зажатости. Пространства здесь хватает. А что касается упора в подлокте и удобства размещения. С левой стороны у водителя есть подлокотник на дверной карте, правда он пластмассовый и жесткий. А справа центральный бокс отделанной кожей, который здесь также выступает в роли подлокотника. Что касается клавиш и органов управления. Как уже было сказано, автомобиль простой и клавиш здесь не так уж много. Под левую руку удобный блок стеклоподъемников. Кстати, на рестайлинговых автомобилях все стеклоподъемники имеют авторежим. Здесь же регулировка боковых зеркал и их складывание. Слева от руля внизу корректор фар и регулировка яркости подсветки приборов. На рулевом колесе два блока клавиш. Оба относятся к мультимедийной системе. С левой стороны регулировка громкости, а справа переключение треков. Клавиши обнуления одометра у нас находятся на рулевом колесе. Довольно непривычное размещение. Под рулевые переключатели удобно, тянуться к ним не надо. И переключаются они без дешевых пластмассовых щелчков. Доминирующую роль на центральной консоли у нас играет мультимедийная система. В данном случае самая обычная магнитола с CD-проигрывателя. Клавиш немного, все они тактильно различимы. Регулировка громкости осуществляется поворотной рукояткой. Внизу клавиша аварийной сигнализации, центральный замок, подогревы сидений. Причем сидение может работать в одном из трех вариантов в плане мощности нагрева. И блок управления печкой и кондиционером. В данном случае это не климат-контроль, самый обычный кондиционер. Поворотные рукоятки удобные. И пользоваться всем этим можно не отвлекаясь от дороги, абсолютно не глядя. Внизу консоли у нас располагается 12-ти вольтовая розетка. Прикуриватель, причем в данной ситуации это именно прикуриватель, а не заглушка. АУКС и USB разъем. Селектор коробки передач удобный, без клавиш блокировки, но с прорезью в виде змейки. Так что никаких ошибок с передачами здесь сделать не получится. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. Под центральным подлокотником присутствует небольшой по объему бокс. Плюс маленькая полочка, куда можно сложить небольшой мобильный телефон, либо какую-то мелочевку. По центру два подстаканника и полочка перед селектором коробки передач. Также здесь есть пепельница и небольшой отсек, куда опять же можно сложить, например, телефон. Основной перчаточный ящик у этой модели достаточно вместительный. Причем сюда же выходит и дополнительное сопло или дефлектор системы кондиционирования. Так что здесь вы можете даже охладить бутылку с напитком в дальней дороге. Карманы внизу дверных карт здесь очень длинные, практически во всю длину двери. Передняя часть при этом отформована для размещения бутылочки. Ну а наверху присутствует футляр для очков. В плане обзорности вопросов к этому автомобилю нет. Передняя панель здесь низкая. Капот, конечно, практически невидимка, но это специфика любых машин с клиновидным передком. Линия бокового остекления достаточно низкая, а боковые зеркала, мало того, что весьма неплохие по площади для автомобилей этих лет, так и еще имеют зону с преломлением для расширения границ обзора. Так что мертвых зон здесь практически нет. Маневрировать задним ходом, несмотря на отсутствие камеры, здесь несложно. Обзорность назад весьма неплохая и через окно, плюс хэтчбэк заканчивается практически сразу за задним стеклом. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. На заднем ряду этого автомобиля по меркам данного класса достаточно просторно. При росте 1,86 м, разместившись сам за собой, я не касаюсь коленями переднего сидения. Хотя, конечно, запаса пространства здесь нет. Зато места над головой более или менее хватает. Сидение, несмотря на то, что визуально оно оформлено под двух седоков, в целом готово принять третьего. Центральная часть здесь плоская. Тоннель на полу есть, но не сказать, что он слишком высокий. При этом отсутствует даже намек на центральный подлокотник. А вот опора под локти на дверных картах присутствует. Правда, в данном случае подлокотник пластиковый и жесткий. Да и какими-то дополнительными удобствами задних пассажиров Kiosit не балует. Но в целом, даже при отсутствии регулировки спинки по наклону, ехать здесь на дальнее расстояние можно. Причем с достаточным комфортом. Ну а теперь кратко про силовые агрегаты первого седа. Базовым бензиновым двигателем здесь был мотор объемом 1,4 литра, выдававший 109 лошадиных сил и 137 ньютон метров крутящего момента. Это G4FA. Рядная алюминиевая четверка с цепным приводом газораспределительного механизма, без гидрокомпенсаторов, с одним фазовращателем на впускном распредвалу, с самым обычным распределенным впрыском топлива. Данный двигатель, правда, уже в модернизированной версии, встречается под капотом Hyundai Solaris и Kia Rio. Мотор очень неплох в плане надежности. К особенностям двигателей этой серии относится громкая работа форсунок. Впрыска они стрекочут, и к этому звуку нужно просто привыкнуть. Патологией это не является. Также на данных двигателях к большим пробегам может встречаться расход масла на угар, а ресурс цепи газораспределительного механизма где-то около 200 тысяч километров пробега. Кстати, если говорить про проблемы с задирами, то дорестайлинговые седы до 2010 года выпуска от этой проблемы практически избавлены, поскольку на этих машинах стоял обычный выпускной коллектор. А вот на более современных после 2010 года устанавливался уже кат-коллектор, то есть выпускной коллектор, совмещенный с катализатором. И вот такие автомобили уже попадают в группу риска, так как при разрушении керамики внутри нейтрализатора пыль уже может попасть внутрь цилиндров и, соответственно, привести к появлению задиров. Аналогично ему по конструкции двигатель 1,6 литра на 122 для автоматической и 126 лошадиных сил для механической коробки передач. Это G4 FC, и он тоже встречается на Solaris и Rio, на более новых моделях относительно рассматриваемого седа первого поколения. Разве что крутящий момент на 1,6 побольше, около 150 ньютонов метров, и тот, и тот двигатель переваривает 92-й бензин. И в целом крайне неприхотливы. Ресурс этих силовых установок более 300 тысяч километров пробега. Не отстает от них в плане ресурса и двухлитровый агрегат, который в данном случае выдавал 143 лошадиные силы и носил индекс G4 GC. Двушка самая тяговитая из всех бензиновых агрегатов здесь, 186 ньютонов метров. Это рядная четверка с чугунным, а не алюминиевым блоком цилиндров и ременным приводом газораспределительного механизма. Этот же двигатель можно встретить под капотом кроссовера Hyundai Tucson первого поколения. И это самый древний двигатель под капотом Седа, который выпускался с 2003 года. В целом по ресурсу к этому двигателю нет вопросов. Ни в плане задиров в цилиндрах, ни в плане какой-то хлипкости поршневой группы. Да, периодически на автомобилях с большим пробегом приходится заниматься системой зажигания, а здесь одна катушка с индивидуальными проводами. Да, возможно кому-то придется столкнуться с регулировкой зазоров клапанов, поскольку гидрокомпенсаторов на бензиновой двушке нет. А ресурс ремня ГРМ около 60 тысяч километров пробега и при его обрыве клапана загибает. Зато ресурс у такого мотора при нормальном обслуживании способен превысить 350-400 тысяч километров пробега. Особняком стоит дизельный двигатель объемом 1,6 литра. Д-4 ФБ. Его мощность 115 лошадиных сил. А крутящий момент 255 ньютонометров. И это самый тяговитый мотор из всех, которые можно встретить под капотом Киа Сид. Он же по совместительству самый экономичный. По конструктиву это чугунная рядная четверка. Система впрыска здесь Common Rail. И в отличие от бензиновых агрегатов, дизель имеет гидрокомпенсаторы. А также турбину и впускной коллектор с вихревыми заслонками. Существует несколько вариантов этого дизельного мотора. Более современные отличаются модификации турбокомпрессора и системы впрыска, которая развивает большее давление. Что касается характерных проблем для дизеля. Помимо очевидной возможности попасть на ремонт топливной аппаратуры в случае заправки некондиции, можно отметить небольшой ресурс турбины на моторах первых лет выпуска, склонность впуска зарастать нагаром, а также небольшой ресурс цепи ГРМ, который в данном случае едва превышает 120-140 тысяч километров пробега. Что касается коробок передач, что на этих автомобилях устанавливались как механические 5- и 6-ступенчатые для дизелей к трансмиссии, так и классические автоматы на 4 передачи. И это тот редкий случай, когда лучше купить автоматическую трансмиссию с точки зрения надежности. Механика на Kia Ceed получилась далеко не эталонной по этому параметру. Здесь бывают проблемы и с синхронизаторами, и с муфтами. И к пробегу 150-200 тысяч, скорее всего, механическая коробка так или иначе потребует серьезного обслуживания. А вот автомат в этом плане благополучнее. А4 CF1 и А4 CF2 для двухлитровых моторов крайне надежные агрегаты, способные выходить свыше 250 тысяч километров. Единственное, что они потребуют от вас, это замены рабочей жидкости хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как посмотреть на первый сид снизу на подъемнике, давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом, каталожное значение которого для этой машины 150 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, как обстоят дела на самом деле. Низшая точка в данном случае будет под защитой моторного отсека. И до нее от земли порядка 13 сантиметров. Выше этой отметки находится кромка переднего бампера 14 сантиметров. Расстояние от земли до порога также 15 сантиметров. В задней части повыше до отбортовки от асфальта 17 сантиметров. Ну и край заднего бампера где-то на расстоянии около 24. Ниже этой отметки свисает брызговик. Но задний свес у хэтчбека очень короткий, поэтому паркуясь к высокому порибрику, вы можете делать это смело до касания колесом. Что касается конструктива ходовой части, то передняя подвеска Kia C первой генерации вполне традиционна для автомобилей этого класса. Здесь самый обычный Макферсон. Как и на большинстве корейских автомобилей тех лет, нижние шаровые опоры здесь крепятся к рычагу на болтах. Соответственно, заменить ее вы можете и отдельно, не прибегая к демонтажу всего рычага в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости довольно внушительный в плане прочности. Крепится он на подрамнике, и в целом доступ к креплению стабилизатора для замены втулок следует признать более или менее удовлетворительным. Рулевая рейка на этих автомобилях уже, кстати говоря, электрическая. Ну а по части обработки днища антикоррозийными составами в районе лонжеронов не видно в принципе ничего, кроме шовного герметика. А вот на самом днище автомобиля присутствует антикорр. Причем здесь он нанесен не только в районе порогов, но также и в районе центральной части. За исключением центрального тоннеля. Здесь опять же сугубо герметик на швах. В задней части автомобиля мы видим бак объемом 53 литра. Кстати говоря, бак здесь металлический. Поэтому при осмотре поддержанного экземпляра обращайте внимание на то, чтобы он не был прогнивший. И, кстати, никакой защиты у бака в данном случае нет. Зато заливная горловина у него из резины. В плане подвески Kia Ceed первого поколения посложнее, чем тот же Solaris или Rio. И в данном случае сзади у нас подвеска на рычагах. По одному продольному и два поперечных рычага на сторону. Пружины и амортизаторы здесь разнесены отдельно друг от друга. Ну а тормоза на Kia Ceed вкруг дисковые. Таким мы увидели сегодня Kia Ceed первой генерации в кузове ED. Надеемся, после просмотра этого ролика у вас в целом появилось представление о том, что же такое этот автомобиль. Если у вас была или есть подобная машина, на которой вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть, в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобного авто, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если обзор оказался полезен, понравился, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и пишите, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо, что вы с нами. Хорошего вам дня и до новых встреч на канале. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok